Новость последнего часа. Телеканал НТВ лишился одного из главных руководителей. Сегодня уволен Николай Картозия, глава дирекции праймового вещания. Именно он отвечал за такие программы, как центральное телевидение, НТВшники, которые назвали едва ли не единственным ворпостом свободы федеральных каналов. Официальная версия за растрату. Однако журналисты НТВ считают, что таким образом канал зачищают от последних оппозиционных программ. С нами в студии сегодня журналист Павел Лобков. Павел, здравствуйте. Сам Николай пока не называет причину увольнения? По ряду причин. По ряду причин, да. Ну, надо сказать, что я сам был уволен с канала НТВ в Новый год и узнал об этом совершенно случайно спустя две недели. Так что, в общем, можно сказать, что это такой заведенный порядок у нас. Византийский некий такой... Но это не только на НТВ, давайте. Да, вообще, византийский такой порядок ведения дел, когда люди зачастую не знают, за что они уволены. Я говорил с Николаем... Но это как-то грязно за растрату. Как-то странно. Самые рейтинговые программы. Вот тут в чём дело. Дело в том, что Коля человек невероятно экспериментатор. У дирекции правил обещания, которая изначально состояла, в общем-то... Это наследник иномедения, скажем так, да? Изначально состоялась программа Максимум, по сути дела. Она разрослась и до центрального телевидения, и была программа «Главный герой», и многочисленные музыкальные программы, развлекательные. И Коля, он такой молодецкий человек возрождения, что называется. Он вот везде себя решил пробовать. И пробовать нас тоже во всех жанрах. И поэтому, конечно, я в растрату не верю абсолютно. А давайте послушаем. Только что Николай дал нам кровьё, телеканал «Дождь». Я вот тоже на высшем послушать. Да, давайте послушаем, что он сказал причину увольнения. Сегодня пора, это всегда время подумать о своём будущем. И я вышел из отпуска после новогодних праздников. И попросил Владимира Михайловича Кулистикова отпустить меня в свободное плавание. Я считаю, что один лет, который я проработал в компанию НТВ, Ну, я принёс на такую ей пользу. Вот, в общем, были какие-то удачные проекты. Очень прям любимые, которыми, конечно, оставаться жалко. Такие, как миссариальные телевидения, так, Сенгелешники, профессии репортеров. Да много их было. Вот. Ну, мне кажется, что я достиг какого-то... Я, во-первых, в потолок. И я не могу больше расти и развиваться там в жанрах для компании НТВ. Ну, вот такой вот комментарий, да, очень дипломатичный. Я подчеркиваю, от себя могу сказать, от себя, да, Что многие наши телезрители, они смотрят НТВ, Подчеркиваю, я прошу прощения у всех коллег моих, бывших по НТВ, Но я бы сказал исключительно в своей личной мере. Многие наши телезрители, телезрители канала НТВ, Они считают, что это некая монолитная структура. Потому что вот НТВ сказала то, НТВ сказала это. На самом деле делится на три очень мощных блока. Это информационный блок, который сохраняет абсолютную, Я бы сказал, такой патологоанатомическую нейтральность. Это новости. Это так называемая общественная правовая дирекция, Именно о которой больше всего говорят. Оттуда исходят вот эти самые миазмы про человека в кепке, Жену человека в кепке, Ройзмана. ЧП так называют, да? ЧП это отдельно, а это вот такие спецпродукты такие выходят оттуда. Спеццех. Как знаете, как бы, Микайон сказал, это спеццех. Вот спецколбаски оттуда выползают, да, эти. И дирекция Прайм, которую руководил Коля, Была, конечно, мощным противовесом, Которая лежала вот на другой чаше весу. И почему говорили, что там старое НТВ, Там осколки старого НТВ, Вот один осколок перед вами тут сидит, Тоже уже не в НТВ работает. Тоже по неизвестным причинам. И, конечно, Коля со своим авторитетом, С тем, что он, в общем, работал из Парфенова, Мы с ним знакомы с 2000-го года. Но он был шедактором на Меднище. Да. И, конечно, он мог лоббировать, Он мог отстаивать какие-то материалы. Ну, то есть, собственно, благодаря ему, я так понимаю, Были те самые сюжеты на центральном телевидении. Да, послушай, а в последнее время мы работали по принципу Делай, что должен, и будь, что будет. Будь, что будет, это наш гендиректор Владимир Михайлович Куликов, Который тоже без объяснения причин Мог тот или иной материал снять с эфира, Что и у меня случалось неоднократно у многих моих коллег. И вот я не знаю, что... Но Коля многое отставил. Теперь, конечно, кто бы не был назначен руководителем, Конечно, ему будет гораздо сложнее это делать. Но я знаю точно совершенно, что Коля, тем не менее, Продолжит до 1 февраля курировать те проекты, которые запущены. То есть до 1 февраля, по крайней мере, В течение доставшихся дней, Изменений в сетке НТВ не будет. То есть мы видим на центральном телевидении, Профессию-репортер спешит, что называется, видеть. Ну а дальше будет, когда и дальше... А дальше не назван, насколько я понимаю, Не назван даже человек, который будет руководить дирекцией вместо Коля. Это очень важная будет фамилия, потому что... Не боюсь показаться слишком. Но от этой фамилии... Во многом зависит вообще тот градус, Который приобретет отношение власти и свободу слова. Потому что... Павел, ну ведь ничего, наверное, не будет от этого уже зависеть. Давайте говорить прямо. Знаете, я... Опять же, я лично могу... Лично, лично могу сказать... Все решение принято. Не основан на разговорах с Колей. Не основан на разговорах с Колей. Лично мое мнение, что все повернулось тогда, Когда в Кремле было принято решение, Что Путин будет избран с первого тура. Если бы со второго тогда могло быть пространство для дискуссии, Какой-то медийной интриги, информационных вбросов, Хотя бы иллюзии какого-то, понимаете, соревнования. Теперь, судя по всему, работает жесткий Володинский сценарий, Который будет направлен на сужение информационного поля. Который будет направлен на... Как написал, если журналист в Нью-Йорк, Тотальную элиминацию, значит, любых взглядов. Насколько мы знаем, и в других средствах массовой информации Тоже начали закручивать гайки. Поэтому это же неудивительно, согласитесь. Мы знаем, что в субботу предстоит очень важное для предвыборной кампании Событие, это визит Путина в Екатеринбург, Как бы его ответ болотный из Сахарова. Вот, и, конечно, видимо, там будет сказано нечто. А кое-что про этнических грузинов мы уже слышали. Вот еще, кстати, этнический грузин, Картозий. Картозий, да. Этнический грузин. Там вообще когнитивный диссонанс. Да. Сурковская пропаганда, с одной стороны, НТВ. Ну, ты бы казнил вообще молчал сейчас. А с другой стороны, этнический грузин. Ну, вы знаете, у нас гендиректор и так доступен примерно так же, Как для рядового древнего египтянина был доступен, не знаю, Фараон Сити Первый. Поэтому он мне, что называется, не докладывает об этом. Не докладывал, будет ли он меняться или не будет. Ну, вы знаете, мне кажется, вообще люди на телевидении гибкие работают. И наш гендиректор достаточно гибкий человек. Да, большое спасибо. В ближайшее время узнаем, что будет вот с теми программами, о которых мы говорили. По крайней мере, телевидение, это та вещь, в отличие от банков там, Или какой-то другой индустрии, где все-таки все делается публично. В конце концов, вы это все увидите. В конце концов, увидим. Спасибо. О том, что будет с телеканалом НТВ, мы говорили с журналистом Павлом Лобковым. Спасибо.